друзья приветствую вас вечерний выпуск давайте с вами рассмотрим какие события происходят как все не просто развивается в этом мире и какие движения предполагаются на вечерней сессии перед началом выходных по доллару нефти золото рублю и другим активам но российские новости посмотришь и вздрогнешь сейчас конечно очень неприятное известие закрытие турции дело в том что там произошел мощнейший рост к вида заболеваемости в день 55000 человек это все равно чтобы в россии был прирост за день 110 тысяч человек то есть там действительно патовая ситуация ну там обстоятельства так сложились дело в том что по сути турции тоже хаб между западным и востоком там поступает как западная вирусня которая возникает различные штаммы западной европе так и с востока с юга и поэтому вот то что является геополитической экономической силой турции в данном случае сыграла не очень позитивную роль к сожалению но и соответственно если у вас планы с проведением лета в турции то как ты корректируйте рассматривайте иные варианты и обходные маневры так но помимо вот этой напасть и геополитические риски и всякий негатив связанный с донбассом не сходит с российского фондового рынка он нависает как донклавов меч вполне возможно что действительно ситуациях 21 апреля будут какие-то резкие движения не лучшую сторону давайте не будем о грустном вечерняя сессия потом выходные давайте посмотрим что происходит на западе так но здесь байден вливает массу бабла и соответственно как вы видите американский рынок благодаря этому а также благодаря хорошим и высоким экономическим показателям находится на хаях и переписывает максимум за максимум но возникает риск перегрева то есть эта ситуация которая сейчас мы ее уже начинаем наблюдать когда производится товаров благ меньше чем поступает денег в систему это порождает с одной стороны инфляцию и это порождает сильнейшее расслоение два эти процесса в сочетании между собой они ведут к расколу общества и к массе негативных последствий помимо этого сейчас возник такой эффект как вакцинное неравенство когда так называемые богатые процветающие цветущие страны в том числе соединенные штаты получают с огромным запасом вакцины в штатах там вообще просто какая-то космическая скорость вакцинирования 3 миллиона человек в день а в то время как такие страны как индия турция бразилия они оказываются на обочине этого процесса и здесь возникает эффект маятника потому что вот сейчас моей точки зрения как раз наступила такая ситуация когда соединенные штаты да не как бы в первую очередь привить себя и спасти от краха американское государство американское общество от ковидного краха теперь они должны значительно сместить акцент эту вакцину постараться все-таки перенаправить в ту же турцию бразилию ну и индию если хватит сил потому что иначе это возникает эффект маятника до соединенные штаты они первые прививаются выйдут из ковидного кризиса но здесь возникает такой эффект америка она очень плотно взаимосвязана с латинской американской если там полнейший трешок о чем я ранее уже рассказывал показывал эту ситуацию то это утащит на дно экономику соединенных штатов равно как это что индия и та же турция они будут восстанавливаться дольше во первых здесь будет экономический лаг то есть часть стран которые занимают значительной значительную часть мировой экономики они не восстановятся как соединенные штаты это будет воздействовать как якорь как негатив и плюс ко всему такие страны где жарко где тропики особенно индия где как в турции множество путей сходятся воедино они являются инкубатором создания новых чудовищных мутаций в вирусах хотя сам по себе вирус корона вирус должен быть не очень мутабельный но постоянные вот эти заявления о появлении новых штаммов вирусов которые очень опасные и очень непредсказуемо себя ведут возможно как бы здесь из-за того что такой огромный рост количества заболеваний действительно эти мутации все-таки начали возникать вопрос только один начали они возникать сами по себе или им кто-то помог возникнуть так друзья давайте перейдем к одному графику который в наибольшей степени последнее время беспокоит график доходности десятилетних американских трежерис ну и мы видим что сегодня тенденции к снижению доходности она приостановилась на текущий момент отмечается следующая проблема что по сути рынок долга рынок облигаций он начинает угасать это связано с тем что он не предоставляет возможность получения приемлемого дохода при соответствующих низких рисках потому что сейчас получается такая ситуация когда в облигации даже фондом инвестиционных инвестировать не очень выгодно мягко говоря ну и в дальнейшей перспективе видимо рынок связанный с долгом он будет как-то либо видоизменяться либо во что-то трансформироваться ну и такие вот флуктуации в доходности облигации частности американских десятилетних трежерис они происходят не только потому что их раз продают они никому не нужны точнее это происходит и поэтому но это следствие более сложного процесса который связан с тем что идет изменение структуры экономики экономических взаимоотношений финансовых взаимоотношений тоже появление криптовалют является подтверждением того что мир находится на грани слома тектонического и поэтому все эти эффекты они постепенно шаг за шагом приводят тому что что-то старое отмирает что-то новое на рождается и таким причудливым образом возникает новый мир в том числе и финансовой интересный такой момент по поводу того что биткойн начинает вытеснять золото как средство хеджирование инфляции и как сейф хэван то есть небесное спасение так называемое на протяжении длительного времени когда возникал риск инфляции то золото росло облигации соответственно падали сейчас возникла ситуация когда падает и золото и облигации но при этом растет криптовалюта соответственно это говорит о том что меняется представление о том что является средством спасения от инфляции и сохранения денежных средств на текущий момент несмотря даже на такой значительный рост денежного агрегата m2 который включает себя все виды денег практически все виды денег мы не получили надлежащего роста золоте потому что такой рост денежного агрегата он должен приводить к инфляции мы сейчас наблюдаем инфляция начинает расправлять крылья но при этом не произошло соответствующего роста золото зато на всю котлету надули биткойн но еще такой вот интересный момент во многом движение в золоте определяется таким индикатором как соотношение цена на золото к цене на серебро с 1980 года до 2020 года происходил рост золото росло относительно серебра и в двадцатом году произошел перелом ну и некоторые золотые жуки считают что этот перелом произошел на века если не на века то на достаточно длительное время соответственно золото теперь должно проседать с моей точки зрения это прогноз все-таки слишком пессимистичный по золоту я считаю еще не отыграли все сценарии на самом деле если анализировать график движения цен на золото то мы видим такие вот всплески и падения в частности предыдущие падение она была связана с отменой британ вуда то есть когда золото перестала играть такую ключевую роль в мировых расчетах но здесь конечно ситуация она не столь однозначно и потому что с одной стороны как бы золото его можно пощупать потрогать из него можно сделать цепочку кольцо не сделаете вы кольцо из биткойна или из эфириума конечно нет но с моей точки зрения здесь произошла небольшая трансформация самого смысла золото держали как актив который позволит уйти от финансовой монетарной политики то есть у вас было золото и вы могли не заботиться о том какой будет курс валют их покупательная способность и так далее но в какой-то момент это закономерность она начала претерпевать виды изменения с моей точки зрения это связано со сменой технологического уклада появились новые технологии новой альтернативы и соответственно здесь возникло некое решение которое позволяет вам иметь виртуальный золотой слиток и это не фьючерс это некий набор кода который получается в результате вычисления и таким образом вы уходите вы делаете ту же операцию которую делали и раньше многие люди они уходили от монетарных и фиатных рисков но при этом им не нужно держать сейф достаточно держать маленький клочок бумажки на котором написан многозначный код крита кошелька и таким образом они могут избавить себя от рисков которые связаны с монетарной политикой и инфляции конечно здесь появляется новый риск который связан с устойчивостью и курсом самой криптовалюты но это уже отдельный разговор и отдельный нюанс но и на текущий момент сложилась ситуация когда потоки золотые фонды упали а в крипто фонды начали расти но еще такой аргумент в пользу того что развивается сила биткойна то что биткойн растет несмотря на то что в поисковике google количество поиска по слову биткойн падает то есть это говорит о том что мыльный пузырь который надувается розничными инвесторами когда возникает ажиотаж у физических лиц он здесь миновал а рост все равно продолжается если такое событие происходит это говорит о наличии фундаментальной силы в росте актива но и за последний год установилась четкая корреляция между ростом доходности облигаций и ростом криптовалюты то есть она стала с таким своеобразным рефляционным инструментом но учитывая то что валюта криптовалюта она очень сильно падает значительно сильнее золото вот авторы исследования они приводят такую оригинальную идею хеджироваться от монетарных рисков и рисков обесценивания валюты держа соотношение золото к биткойна три к одному и таким образом получается в общем то новое модифицированное золото которое в общем то позволяет с большей степенью сохранять денежные средства от обесценивание в результате монетарной политики и инфляции но подход конечно интересный оригинальный но с моей точки зрения просто здесь надо покупать когда дешево и продавать когда дорого и не заниматься такими схематозами опять же говорить о том что биткойн является полной заменой золото я думаю это неправильно и нецелесообразно скажем так он является в настоящее время более эффективным инструментом для решения тех задач для которых ранее использовали золото вот так с моей с моей точки зрения более правильно формулировать и видеть биткойн но человеческое мышление она построена таким образом человек все время ищет аналогию и поэтому сразу как бы люди знают что есть золото которое она используется для этого появился биткойн тоже вроде для этого используется сразу пытаются найти аналогию и выстроить какие-то связи между ними но с одной стороны конечно здесь есть определенная преемственность и последовательность но с другой стороны мир развивается и очень сильно модифицируется и поэтому с моей точки зрения надо шире смотреть на решение вопросов и просто пользоваться случаем когда дует ветер подставлять паруса так друзья но раз про криптовалюту зашел разговор давайте посмотрим биткойн четырехчасовой таймфрейм сейчас здесь идет движение вниз цель этого движения пробить 57600 и совершить цикл достигнув 55800 в том случае если не возникает пробой 54 тысячи четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот вот это движение будет откупаться и будет дальнейшее движение вверх с целью переписать тот хай который мы ранее наблюдали так друзья дали американский фондовый индекс снг 500 дневной таймфрейм здесь у нас рисуется разворотная формация но таких разворотных формации у нас было до чертиков ранее единственно здесь какой момент мы дошли до ровной цифры 4100 рынок любит ровные цифры потом выдыхать и немножко откатываться последнее время он не особо откатывался поэтому наверное еще преждевременно делать ставку на то что здесь будет какая-то серьезная просадка или движение вниз так друзья далее индекс доллара дневной таймфрейм дексай но смотрите здесь у нас с одной стороны попытка разворота но с другой стороны это попытка она не реализована и скорее всего не будет реализована если не произойдет устойчиво пробитие 92 с половиной пока это не более чем короткая остановка в движение индекса доллара на 91 7 потом возможно 91 и 5 если пойдет возвратное движение здесь будет пробой то тогда можно будет говорить о том что этот коррекционный откат закончился пока все-таки я так думаю еще какое-то время укрепление евро продлится как минимум должен быть выполнен цикл движения на 91 7 так друзья далее викс ужас ужас индикатор ужаса ужаса ну смотрите здесь до сегодня пытались сходить вниз существенно но тем не менее все равно его подтянули на 17 вниз особо он не проваливается не идет хотя при таком росте snp он должен по идее уже на 13 улететь однако как вы видите такого не происходит из чего можно сделать вывод что здесь видимо палят какие-то хедж фонды вот и как только экспалят весьма вероятно пойдет движение наверх так друзья далее нефть дневной таймфрейм здесь у нас закрытие будет в боковике 62 и 5 я думаю сегодня его не пробьем и где-то на текущих значениях в районе 63 62 и 7 будет закрытие весьма вероятно переходя к часовому таймфрейму здесь идет попытка отскока цель движения этой попытки отскока ну и и уже можно сказать почти сделали вот и поэтому весьма вероятно движение до конца дня продлится в диапазоне 62 и 8 63 3 вот если все-таки пойдет движение вниз с пробоем 62 и 5 тогда мы увидим более серьезные коррекционные откаты движения вниз но я думаю пока сейчас вероятность такого события не очень велика более вероятно движение на 63 5 попытка его потестить так друзья далее далее золото часовой таймфрейм но смотрите идею о скором росте золото ее общем то немножко отодвинули но 1731 устойчиво так и не был пробит его покололи сразу отсюда выскочили скорее всего закрытия так предполагаю будет где-то в диапазоне 1738 1742 сейчас здесь попытка еще одного коррекционного отката с целью сходить на 1735 она в ближайшее время реализуется если будет пробитие 1743 1742 с половиной если пробой здесь не возникает то мы можем отсюда уже сегодня попробуйте отскочить цели от сколько 1749 1750 так друзья дали евро доллар четырехчасовой таймфрейм очень хорошая картинка она очень оптимистична потому что не пошло движение на пробой 1 целый 18 это указывает на то что индекс доллара пойдет ниже а евро скорее всего пойдет на следующей неделе выше вот ну а сегодня закрытие я так предполагаю будет в районе 1 целый 1913 где-то вот здесь вот или даже 1 целый 1921 опять же вся эта идея она ломается если идет коррекционные откаты пробитие 1 целый 18 даже здесь 1 целый 1860 то что на целый 18 крутовато это уже около сильного уровня то есть у нас 1 целый 1860 1 целый 1855 вот этот диапазон соответственно любой откат если его не пробивает он будет выкупаться и она будет идти наверх против доллара так друзья дали рубль доллар юсд эту мору да к сожалению у нас вот идет стук в уровень 77 35 и я думаю здесь ключевой момент как произойдет закрытие недели если мы закрываемся над этим значением это указывает на то что на следующей неделе тенденция снижение рубля против доллара она может быть весьма и весьма существенным если мы сейчас отвалимся и сходим в район 77 и даже пониже это было бы позитивным знаком и свидетельствовал о том что здесь произошел разворот уже окончательно но по крайней мере на ближайшие недели две конечно силу геополитических напряжений проблем которые есть наверное рублю все-таки не дадут откатиться и вернуться в этот диапазон так мы переходя с нефти на часа вик часа вик более позитивный то есть исходя из часовика у нас закрытие наиболее вероятно будет в районе 77 то есть он сейчас вот это должен пробить исходить на 77 опять же данная идея не сработает если будет задер с пробитием 77 55 в этой ситуации либо пойдет сразу движение на 77 75 и или же закрытие будет выше значение 77 35 так друзья дали фьючерс на индекс ртс июньский но смотрите 139 500 так и не пробили прокол был про торговочка и вернулись сейчас соответственно здесь наверно движение будет в боковике то закрытие 139 900 на 140 тысяч и до 139 200 вот здесь опять же очень существенно какой будет закрыть и если будет закрытие ниже 139 то это будет говорить о том что на следующей неделе скорее всего мы пойдем ниже ну как минимум на 138 в понедельник вот если закрытие удастся сделать выше этого значения то это значит что понедельник весьма вероятно мы получим коррекционный отскок друзья все основные инструменты спасибо за внимание всего наилучшего